Приветище! Это Субнатика Белла Узеру, и мы приступаем к её прохождению. Погнали! Это Максим, куда я могу довести тебя на деньги компании, Робин. Ты точно этого хочешь? На этом исследовании свет клином не сошёлся. Для меня сошёлся. И для Сэм. Я должна узнать, что случилось. Это метеоритный дождь. Я прикроюсь им от тока Альтеры. Я буду скучать, Робин. Я обязательно вернусь. Приближаемся к 4546 битв. Посадочная капсула запущена. Робин. Добро пожаловать на 4546Б. Приятного вам пребывания. Да, конечно, приятного. Мягкая посадочка, ёкарный. Разворотила капсулу, так ещё и взорвалась под конец. Хорошо, что они со мной вместе. Ё-моё. Ты погляди. Вот это зрелище. Ну, это метеоритный дождь. Нас предупреждали. Так, чё делаем? Ну, во-первых, нам нужно добраться до спасательной капсулы. Она вон там вот. 291 метр до неё. Но прежде я хочу посмотреть, вот это что такое. Можно забрать? Да, можно. Чёрт, у нас температура 45 градусов по Фаренгейту. Блин, я очень быстро охлаждаюсь. Надо бы согреться. Так, тут вроде бы всё собрал. Больше ничего нету. Всё, погнали. Погнали скорее через пещеру. Других обходных путей нету. О, через вот этот цветок я могу погреться, в принципе. Отлично. Это я ещё помню по ранней версии. Тут, конечно, всё кардинально изменилось. И сюжет в том числе. Прибыла на 45-46Б. Посадка была... жестковатой. Но не думаю, что Альтера меня засекла. Посадочная капсула приземлилась шикарно. Мне осталось только найти её и обжиться. Потом я смогу приступить к работе. Чёрт, тут у нас перекрёсток. Пойдём-ка направо. Надеюсь, мы правильный маршрут выбрали. А иначе мы не доберёмся до капсулы. И замёрзнем. Хотя цветков, которые обогревают, здесь достаточно. Чёрт! Я опять вернулся к разбитому кораблю. Надо бежать обратно. Не тот путь выбрал. Снова дошёл до развилки. Сейчас побежим сюда, налево. Метеориты падают прямо возле моих ног практически. О, смотри, в воду. Там же пингвинчики. Оу! Щет. Надеюсь, пингвинчики куда-нибудь чуть уплыли отсюда. Очень опасно. Всё, походу, нам надо заныривать в воду теперь. Ну, поплыли. И снова мы с тобою под водой. Что-что-что? Там дождь пошёл сверху, что ли? Смотри, как красиво. Давай вынырнем. Дождь или снег? О, точно, дождь пошёл. Пингвинчики, здорово! Как ваши дела? Пойдём-ка погладим одно. Как твои дела, пупсик? А ты чё тут совсем один? Где твоя семья? Походу, после метеоритного дождя ещё никто не вернулся. Так, значит, капсула вот она. Мы почти доплыли 70 метров. Это хорошо. Очень хорошо. Сейчас всё по-новой. Будем здесь обустраиваться, чиниться и делать себе вооружение. Ну, давай же, давай же, давай же. О! Капсула-то раскрылась, смотри-ка. Круто, на треногах стоит. Заходим в базу. Фух! Получено достижение. Так, давай-ка почитаем, что у нас тут в базе данных. Выживание. Альманах по выживанию в Арктике. Первые шаги. Ну, давай почитаем. Приветствуем вас в режиме исследователя, работник Ксеноворкс. Вы прибыли в регион с арктическим климатом. Это отправная точка вашей экспедиции. КПК Ксеноворкс может отследить вашу температуру и жизненные показатели. Поскольку вы загрузили альманах по выживанию в Арктике, время от времени вам будут даваться советы. Альманах по выживанию в Арктике поверхность. Путешественникам, которые передвигаются по суше в холодном климате, рекомендуется принять дополнительные меры предосторожности. Сильные ветры могут привести к быстрому наступлению переохлаждения. Ищите естественные укрытия или горячие источники. Ну, насчет горячих источников мы с тобой выяснили, что там есть цветки, которые могут нас согреть. И если вы носите стандартные УЗК производства Альтера, водоемы также могут защитить от чрезмерного холода. Может случиться неожиданное отклонение от маршрута. Никто заранее не скажет, как долго вы будете вдали от базы. По возможности не забудьте прихватить обед и горячие напитки. Это обязательно просто. Не устаём повторять. Слои одежды – вложение в высококачественный утеплённый костюм. Несомненно, окупится вам теплом и безопасностью. Помните, сомневайтесь, не выходите. Обязательно запомню эту цитату. Так, журналы сообщений, записи и сборники. Будущее Xenoworks. Короче, тут написано, что мы – представители Xenoworks. И нас как бы купила Альтера. То есть Альтера, ты помнишь, из прошлой игры, да? Мы тоже потерпели кораблекрушение и выживали. Вот, это Альтера. Она, короче, купила контрольный пакет Xenoworks. Давай посмотрим, что Сэм тут болтает. Извещание о смерти. Из этого письма, извещание о смерти, мы выясняем, что у нас была сестра, которая погибла на этой планете, куда мы тоже приземлились с няхтой, пойми как. Погибла она на этой планете по неосторожности, её никто не убил. Она, видимо, то ли упала, то ли что. Ну, короче, получила какие-то травмы, несовместимые с жизнью. И со мной теперь должны связаться с департаментом страхования и возместить мне убытки, связанные с потерей родственника. Сожалею о вашей сестре. Письмо о соболезнованиях, я так полагаю. Хочу выразить свои глубочайшие соболезнования в связи с утратой вашей сестры, ну да. Из этого письма мы узнаем, что наша сестра Саманта, она была очень подкованным спецом. И, в принципе, небрежное отношение, это вообще не про неё. Так что, скорее всего, погибла она не случайным образом. Ещё мы выясняем, что Лили, которая написала это сообщение, работала на станции Дельта. На этой станции есть радиовышка, и на ней есть ещё кое-какая информация о моей сестре. Так что нам по-любому нужно попасть на Дельту. Переходим к письмам Сэм. В этом письме ничего необычного, это просто диалог двух сестёр. Одна из которых просит поухаживать за своей картошкой. Ну, видимо, за растением каким-то. Вот она Сэм. Странно, конечно, что в начале, когда мы только в ранний доступ играли, мы с Сэм общались. Она нам помогала выживать, а тут мы узнаем, что она погибла. Так, и у нас, кажется, голодовка началась. Ладно, почитаем потом попозже. Что ж, Сэм, пожалуй, мне надо собрать инструменты и ресурсы, прежде чем начать поиски. Надеюсь, эту радиовышку и правда так легко найти, как говорила Лили. Так, короче, нам нужно сейчас выбраться... выбраться с лодки. Блин, где выход-то? Паника, паника, я жму на всё подряд. Где же двери? Мне нужно срочно выйти. Фух, свежий воздух. Съешьте что-нибудь, да сейчас я съем что-нибудь. Да плыть бы сперва, поймать что-нибудь. Хватаем. Пузырь. Пузырь, я помню, восстанавливает кислород и ещё что-то. Давай посмотрим. Пузырь. Плюс 6 к идее и минус 4 к воде. Ага. Кислород он не даёт. О-о-о, смотри, разбейте известняк. Подожди, а ножик-то у меня есть? Ножика нет. Ножика у меня нету. Разбить нечем. Чёрт, я уже всё забыл. Рыбки, 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 рыбки. Плывите к поверхности. Да, сейчас. Подожди, кислород ещё заканчивается. Ох, ёкарный. Вот, ещё есть вот такая рыба. Рыба бумеранг. Сейчас мы её поймаем. Есть. Кольцевик, точно. Это кольцевик. О, нифига себе. Забыл, как вот эти плавающие к змеи называются. Всё, плывём внутрь. Кислород. Я знаю, что кислород. Нам нужно заплыть внутрь и посмотреть, смогу ли я пожарить этих рыбок. Иначе у меня сейчас начнётся голодание. Жёсткое голодание. Так. Открыть это хранилище. Хранилище нам нафиг не сдалось. Это что у нас? Изготовитель. О, то, что нужно. Всё, готовим рыбку. Фух. Сейчас пожрём. Ммм, запахло жареной рыбой. Отлично. Так, значит, съедаем вот это всё. И заодно стабилизировали водный баланс. Давай водички ещё выпьем. Вот так вот. Посмотрим, что нам нужно для ножика. Нам обязательно нужно сделать ножик. Ножик, ножик, ножик. Где же он у нас? Вот здесь инструменты ножик. Силиконовая резина и титан. Силиконовая резина у нас получается из грозь семян водорослей. А титан, титан нам нужно будет найти. Где это стекло? Скорее всего, нам просто его нужно будет где-то откопать. Водостойкий контейнер. Ага, четыре титана нужно. Просто откопать титан нужно будет. Пойдём. Своими ручками откапывать будем сейчас титан. И искать водоросли. И потом ещё надо будет вернуться к журналу. Почитать, что вообще произошло дальше. Ооо, нашёл вот такую штуку. Это у нас ленточник. Ленточник содержит электролиты, которые можно использовать в накопителях энергии. А вот, по-моему, титан. Нет, это известняк. Но если его разломать, да, то в нём титан. Всё-таки я ещё не всё забыл. Просто в первую субнатику я играл довольно давно. И уже многое подзабылось. Вот это у нас что? Тоже известняк. Здорово. А вот и водоросли. Вроде бы как здесь может быть то, что нам нужно для силиконовой резины. Водоросли. Подожди. Собрать я их пока не могу. О! А это что такое? Фрагмент сборщика транспорта. Блин, у меня пока нет сканера. Поэтому не могу отсканировать. Вот они. Вот они, красные семена водорослей. То, что мы искали. Забираем. КПК у нас появилось что-то про смазку. По всей видимости, из этих семян можно сделать смазку. Блин, ну давай последние забирай и поплыли. Чёрт. Кислород совсем закончился. Доплыву, не доплыву. Фух. Чуть сознание не потерял. Это было близко. Конечно, без кислорода вообще тяжко. Ну, в смысле, без кислородного баллона. Всё, плывём на базу делать ножик. О, смотри, так возле базы у нас тоже есть известняк. А я тут плавал за ним куда-то в гагры. А он у нас перед носом был. Чёртова, кислород. Всё, я уже почти у базы. Заплываем. О, хорошечно. Минералы в изобилии. Личные записи. Так, значит. Делаем силиконовую резину. Есть. Теперь мы можем сделать ножик. Я ласты могу сделать, но пока рановато для них. Ножик, наконец-то. Теперь давай посмотрим, хватит ли нам на ласты. Нет, на ласты нам не хватает буквально одних семян. Значит, теперь нам нужен сканер. Обязательно для сканера батарейка нужна. Батарейки мы умеем делать? Умеем. О, хорошо, что я собрал ленточник. Делаем батарейку. И сейчас, возможно, получится сделать... Да, сканер! Чётко! Отлично! У меня есть сканер. Ты не представляешь, как я рад этому. Погнали сканировать те обломки, которые мы видели вблизь нашей капсулы. Но пока будем плыть, будем всё сканировать. Кварц. Здорово. Вот ещё известняк тут заметил. Его, по-моему, можно просканировать. Смотри-ка. Давай просканируем. Оксиден. Вдруг он сломается. Да что ты будешь делать, а? Эту девку не переучить. Берёт и сканером камни крошит. О-о-о-о, смотри! Нашёл первую часть глайдера. Точно, это глайдер. Блинский! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, плывём. Нам надо наверх, и ещё мы какого-то там другана подцепили. Надеюсь, он нас не укусит. А ещё мне бы доплыть до поверхности. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Есть! Фух! Я уж думал, всё, не доплыву. Ё-моё, очень опасно. Плавать под нищу, поэтому я буду не сильно глубоко забираться. Вон там ещё что-то есть. Что это? А, это кварц. Это кварц. Так, ладно. Морская? Чё это? Голенито. Давай разобьём. Здорово. Дополнительные минералы. Смотри, сколько тут этих ребят плавает. Морская обезья... А, точно, это морская обезьяна. Сейчас мы её отскан... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, она же отбирает... А у меня кислорода мало. Кое-каких животных здесь весьма загребущие руки. Чёртова обезьяна, отобрала у меня сканер. Поблизости обнаружен схрон Альтера. В топку этот схрон. У меня сканер стащили. Надо бы его вернуть. Какие-то обезьяна. Обезьянка. Сейчас мы её попробуем найти. Подожди. Вот. Вот она плавает с моим сканером. Отдай мне сканер. Во. А это что такое? Схрон аварийного снаряжения. А, всё понятно. На улице уже темнеет. Значит, под водой сейчас будет красиво. Всё засветится. Оу. Морская обезьяна. О, надо её отсканировать. Сейчас сканернём. Близко к ней подплывать не буду. Знаем, что она отбирает у нас инструменты. Блин, как же красиво. Ты посмотри, какой закат. Такое ощущение, как будто конец света, да? Значит, продолжаем поиски детальюшечек, чтобы собрать глайдер. Или что-нибудь другое. Например, кислородный баллон. А, блин, насчёт кислородного баллона я забыл посмотреть. Может быть, я его уже собрать могу. Поскольку мы исследователи, я буду сканить всё. Абсолютно всё. Так, инвентарь у меня переполнен. Поэтому пойдём-ка мы сделаем силикон. У-у-у-у. Мы снова на базе. Так, значит, вначале приготовим покушать. Первым делом, первым делом нам покушать надо. Теперь делаем, значит, резину. Производим ласты. Вот они, мои хорошенькие. Наконец-то, скорость. И вот он, акваланг. Нужно сетчатое волокно. А сетчатое волокно... Мы можем такое производить? Вот, сетчатое волокно. Образец водорослей. А-а-а. Нужно просто водоросли обрезать. Пойдём. Пойдём обрезать водоросли. Прежде чем отправляться за схроном аварийным, нам нужно сделать обязательно кислородный баллон. Вот они, водоросли. Сканируем их вначале. Чёрт! Уйди! Отдай мой сканер! Да что ты будешь делать, обезьяна! Отдай мне сканер. Сканер мне отдала быстро. Фух. Всплываем. Вот с кислородом биде. Ееееее. А теперь срезаем водоросли. Подожди, я что не отсканировал водоросли? Во! Теперь отсканировал. Срезаем парочку. Вот достаточно будет нам. А может быть и недостаточно, всего одни водоросли собрал. Так, давай-ка мы съедим вот эти вот штуки и освободим место. Да, конечно, мало места. Но для водорослей хватило, отлично. Мне срочно нужно посмотреть, что для воды нам понадобится. Пузырь! Нужно будет пузырей сейчас набрать. Так, значит, производим сечетое волокно. Надеюсь, одного хватит. Надеюсь, одного хватит. Да! У нас есть кислородный баллон. Этот чертовски нам облегчит подводное плавание. Стандартный кислородный баллон можно улучшить до уровня дыхания люкс и VIP. Все, он у нас одет. Это здорово. И у нас появился еще дополнительный инструмент. Вот такой вот. Ремонтный инструмент. Пока что он нам не нужен. Нам нечего ремонтировать. Скидываем все в хранилище. Пойдем теперь собирать пузырей, чтобы сделать воду. Их тут как раз дофига плавает. Первый пузырик. Вот второй пузырик. Иди сюда, пупсик. Четырех пузырей набрал. Сейчас из них сделаем воду. А то пить очень хочется. Вот так вот. Все. Утолили жажду. Одну бутылку оставим на всякий пожарный. Вернулся, короче, на базу. И хочу продолжить чтением. Сообщение Сэм. Посмотрим, что он написал нам здесь. Во втором сообщении. В сообщении 2 Сэм рассказал о том, что она нашла вторую половинку на необитаемой планете. И что они разрабатывают вот таких вот робопингвинов. Который перенимает повадки настоящих пингвинокрылов. Также она пишет, что ей очень жаль, что у Ксеноворкс сейчас проблемы с прибылью. И мы с тобой понимаем, что это письмо мы получили тогда, когда Альтера еще не выкупила Ксеноворкс. В третьем письме Сэм говорит о том, что ее маленький робопингвин нашел что-то необычное. Что-то большое на этой планете. Но Альтера, как всегда, со своим здесь не на что смотреть. Короче, как бы прикрыли исследование. И также здесь идет речь о том, что Альтера купила Ксеноворкс. И теперь эти две сестры работают на одну компанию. Читаем следующее сообщение. В четвертом письме Сэм просит прощения у своей сестры. О том, что она была на стрессе и немножечко в предыдущем письме дала волю эмоциям. И еще мы узнаем, что Сэм рассталась со своей второй половинкой. И Сэм в конце просит Робин не обижаться на нее. И написать ей ответное письмо. Потому что Сэм нужен сейчас друг. Если ты не понял, почему они поругались, то тут все просто. Робин, то есть мы, считала, что в компании Альтера невозможно работать над своими проектами. А Сэм уверена в обратном. К тому же она рада, что Альтера поглотила Ксеноворкс. Ведь теперь две сестры работают в одной компании. В последнем сообщении Сэм говорит нам о том, что она очень боится, что произойдет что-то ужасное. Также мы узнаем, что картошкой звали кошку, а не какое-то растение. И также мы узнаем, что то, что ранее нашел робо-пингвин, это оказывается замороженный Левиафан. И между прочим, он заражен Хара. Именно этой болезнью мы болели в оригинальной первой игре. Дальше Сэм делится своими опасениями. Альтера думает, что они могут использовать его для чего-нибудь. Ну, то есть Левиафана. Оружие, экспериментальное лечение, целый спектр применений. Но один из концов этого спектра гадкий, опасный, но, конечно же, выгодный. Что, если оно вырвется на свободу, пока мы будем с ней возиться? Или того хуже станет биооружием не в тех руках? Я надеюсь, что преувеличиваю, но я так не думаю. Неважно, ответь мне, пожалуйста, мне правда нужен друг? В общем, мы уже с письма до второго, наверное, не общаемся с ней. Ничего не отправляем. И тут сюжетная цепочка обрывается. Теперь нам нужно отправляться на радиовышку. Спасибо. 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 Спасибо.